Гроза и Сына и Святого Духа. Братья и сестры, сегодня мы молимся, мы вспоминаем преподобного Сергия Игумена Радонежства, всей России чудотворца. И детей что-то я не вижу, ну в школе понятно, да. Но в первую очередь мы о нем вспоминаем, потому что мы молимся о помощи в учебе. Значит, житие преподобного Сергия содержит как раз тот момент, когда он, будучи еще Варфоломеем, его имя отроду Игна Варфоломеем было, не мог обучиться грамоте. И вот в какой-то момент по нему горячей молитве со слезами Господь посылает ему святого старца, который дает ему проспору, ну вы знаете, да, и по молитве этого старца Варфоломей научился читать. Вот я хочу обратить внимание, что в первую очередь в преподобном Сергии, в будущем преподобном Сергии была любовь, а потом уже знания. Апостол Павел хорошо об этом пишет в одном из своих посланий. Братья, знания надмевают, а любовь созидают. Это значит, что если в тебе нет корня любви, то все твои знания, они как бы умножают в твое некое горделивое состояние души. Именно поэтому человечество создало такие страшные вещи, как ядерная бомба или атомная бомба. Там, где нет любви, знание несет в себе подчас иногда отрицательный заряд. Там, где нет любви, там нет созидания. А все, что не имеет созидания, оно призвано к разрушению. Но я не буду философствовать, я вернусь к личности преподобного Сергия. Вот изначально в нем была любовь к Богу, к родителям. Вы знаете, что его родители, преподобный Кирилл и Мария, это святые, то есть это святые люди, у которых естественно святое родилось чадо, святое преподобное. И вот мы, когда приходим попросить того же преподобного Сергия Радонежского или другого святого или Господа самого о своих детях, мне кажется, дорогие братья и сестры, в первую очередь мы должны молиться о том, чтобы в их сердцах укоренилась любовь, чтобы наши дети не пятерки нам в первую очередь приносили, а приносили свою любящую душу, свое любящее сердце. И вот когда в наших детях будет вот эта любовь созидающая, любовь согревающая, любовь, которая будет распространяться и на нас, родителей, и на всех людей в жизни наших деток, вот тогда и знания, получаемые детьми, будут приносить действительно пользу. Сегодня, когда читается, когда служится память преподобного Сергия Радонежского, читается интересное послание из Нового Завета. Послание апостола Павла к Галатам. Что такое Галатия, да? Или Галлия? Галлия это, ну, если так вот просто сказать, современная Германия, Франция, долина Рейна. И в далеком времени, когда Римская империя захватила Галлов, это примерно второй век нашей эры, то Галлы подчинились Римской империи. Они были варвары. И вот апостол Павел, между прочим, предпринимает попытку насадить в этих землях церковь. Он знает, что есть такие Галлы. Он понимает, что народ, живущий на северных границах Рейна, жестокий, варварский народ. Это сегодня немцы и французы просвещенные, да? Да, 2000 лет назад это были варварские племена. Вестготы, Остготы, ну и так далее. И вот апостол Павел два года живет среди варварских племен. Два года он там проповедует, два года он учит, совершает чудеса. И вот эта двухлетняя его попытка воцерковить целый народ, она имела успех. Потому что здесь же обратились многие люди к вере. Здесь же первые священники, первые епископы появились. И вот по прошествии двух лет апостол Павел насаждает церковь и покидает Галлию. И что же он слышит? Он слышит, что через какое-то время, через несколько буквально лет, Галлы опять отвернулись от веры во Христа и стали язычниками. И апостол Павел пишет им письмо, которое сегодня и вошло в состав Нового Завета. Если вы откроете Библию Нового Завета, вы увидите это послание апостола Павла к Галатам. Вот это письмо появилось как, я скажу прямо, как гневная реакция апостола Павла на отпадение от веры. Например, наш церковно-славянский язык, он красиво обыгрывает некоторые острые углы. Например, о несмысленной Галаты, да, кто вас там заколдовал оставить истину на нашем церковном языке? На греческом, на котором писал Павел, это звучит так. Вы безмозглые Галаты. У вас что там, что вам такого случилось? Кто вас заколдовал? И дальше он продолжает. Для меня все превратилось в грязь, в прах. Я все просил, оставил, был у вас два года. А вы, вместо того, чтобы принять истину Христову, вернулись в эту грязь, но там другое слово стоит, более жесткое. Мы видим темперамент апостола Павла. Он действительно поражен. Как можно оставить свободу и опять стать рабом? Как можно Бога Отца отвергнуть и вернуться в состояние языческих каких-то мистерий, приносить жертвоприношения и даже человеческие. И вот апостола Павла поразил этот факт, как можно было познать истину, а потом взять и добровольно от нее отойти. Ну, наш церковно-стоянский язык он сглаживает, а я благодарю, на греческом в оригинальном тексте Павел пишет очень жестко. И мне кажется, братья и сестры, сегодня для многих из нас, современных христиан, ну неплохо бы знать это место. Неплохо бы знать вот эту реакцию апостола, который два года своей жизни отдал и понял, что это никто не оценил. Так вот, почему я так говорю? Потому что, смотрите, храм наш не такой большой, и он даже наполовину не собрался в память святого преподобного Сергея. То же самое бывает на празднике, на воскресные дни. Если бы апостол Павел сегодня жил, а я хочу напомнить, все апостолы были казнены. То есть, они все подтвердили свою проповедь, своей смертью. Их слова дались ценой их жизни. И вот если бы апостол Павел сегодня жил, братья и сестры, что бы он нам, христианам, крещёнам сказал? Нам, христианам, которые покрестились, а жить по евангельским заповедям далеко не всегда готовы. Мне кажется, он бы написал ещё такое послание русским, украинцам, ну и так далее. О, несмысленные русские, 80% крещённых среди вас, а причащается 1%. Ну и так далее. О, несмысленные русские, первое место в мире по абортам вы занимали 13 лет подряд в мире. Ну и я могу продолжать, да, вариации на тему, что бы сказал нам апостол, если бы жил сейчас и видел, как крещённые занимают первые места по разводам, по абортам, но не хочу об этом сейчас много говорить подробно. Вы всё хорошо, я думаю, понимаете и видите, что мы в большинстве своём как бы вроде как верующие, а по жизни, по качеству жизни, по делам далеко не всегда проявляем истинную веру в Христову. Да что там говорить, у многих из нас и времени для Бога не всегда находится, раз в полгода. И вот хочу, братья и сёстры, процитировать вам то, что читал Александр Вениаминович сегодня здесь у нас в Пономаре, послание посла Павла Галатова, слова, которые здесь читались сегодня. «Братья, плод духовной веры, плод веры точнее, есть любовь, радость, мир, ну продолжай, там 9, он перечитает 9 качеств, долголетерпение, благость, милосердие, воздержание, кротость. То есть апостол Павел этим что хочет сказать своим читателям? Плод веры, то есть результат. Ну всё, что мы делаем, мы же делаем для какого-то результата. И вот наша духовная жизнь, она же тоже какой-то результат должна иметь. Вот наша вера в Бога должна провериться каким-то плодом, результатом. Ну вот какой результат того, что ты ходишь, свечки ставишь, поклоны бьёшь, посты соблюдаешь? В чём измерить этот результат? И вот апостол Павел об этом хорошо пишет в послании Галатах в 6 главе, 2 стих. «Братья, плод нашей веры – это любовь, это радость, это милосердие, это кротость. Если вот этого у нас нет, грошится на всем нашим свечкам, всем нашим поклонным и постам. Если мы не любим ближних, если у нас врагов полно, мы обидчивы, мы осуждаем, мы гневаемся, мы грязные слова говорим, грош – цена, любовь, радость. Если у нас радости нет, если мы не улыбаемся, ходим хмурые, как, знаете, сморчок такой называется, гриб. Если наш внешний вид постоянно этот гриб напоминает, братья и сёстры, грош – цена нашей духовности. Если люди не видят в нас радости, любви, мира, если мы не имеем мира с людьми, грош – цена. И вот я хочу сегодня в память преподобного Сергия Радонежского, который прошел по этой лестнице духовной жизни, он имел в себе любовь с самого детства. Потом эта любовь понудила его пойти в монастырь, стать монахом. Потом эту любовь он умножал и дарил эту радость с ближними. Даже Дмитрий Донской к нему приезжал, князья к нему торопились, ехали к этому обычному монаху. Был даже случай, когда преподобный ковырялся в огороде, а посланник от князя, телегой с повозкой остановился, говорит, ну он не узнал, он говорит, слушай, монах, иди-ка сюда, где там ваш Сергий Радонежский? Мне тут от князя телегу ему надо, обоз передать. Но монахи народ празднует, поэтому садись за Божью и везите телегу, а я посплю. И часа полтора или два преподобный ехал со смирением в монастырь. А потом этот возничий проснулся, смотрит, они к монастырю подъезжают, а люди останавливаются и поклоны кладут. Это тогда не удашло, что рулит обозом за Божью. Сам преподобный Сергий, но преподобный его успокоил, благословил, все хорошо. Вот эту радость, любовь, мир дарил преподобный во всей своей жизни. И нам, братья и сестры, сегодня и Абусто Павел через послание к Галатам, и преподобный Сергий своим примером назидает нас, что наша духовная жизнь, она должна быть плодотворной. Не в свечке ведь цель нашей духовной жизни. И не в том, что мы колбаску не съели в среду или в пятницу, или молочка не попили, а в том, что мы крови не попили у ближнего. Вот где наша главная духовная жизнь. Дарим ли мы любовь, радость, мир? Любим ли мы ближнего и Бога? Есть ли у нас мир со всеми? Пусть преподобный Сергий, радость, помогает нам по нашим смиренным молитвам иметь в сердце любовь, иметь в сердце радость и мир со всеми. Аминь. Продолжение следует...